В администрации Сургута в этом году увеличили финансирование на приобретение путевок по схеме «мать и дитя». Получить их могут те семьи, в которых ребята болеют ДЦП. Заместитель главы города Александр Пелевин отметил, что этот вид отдыха пользуется большим спросом у населения. Последние пять лет на приобретение путевок по этому направлению выделялось около 6 миллионов рублей. В 2018 администрация потратит 8,5 миллионов. На эти средства закупят 45 путевок в санаторий Крыма. Связано увеличение финансирования, в том числе и с тем, что стоимость отдыха в учреждении на берегу Черного моря кратно увеличилась. Сегодня она составляет примерно 180 тысяч рублей на маму и ребенка. Традиционно мы обращаем внимание на незащищенные категории детей. Это дети, оставшиеся без печенья родителей. И в этом году мы вывезем 200 человек в Краснодарский край. А те ребята, которые не смогут предстоящим летом выехать за пределы Сургута, смогут отдохнуть в лагерях нашего города. Напомню, в муниципалитете будут открыты 54 учреждения с дневным пребыванием. Два полазочных лагеря, один лагерь труда и отдыха. Планируется, что в Сургуте с пользой проведут досуг больше 13 тысяч человек. Также в администрации работают над организацией тематических смен. Они пользуются среди ребят большой популярностью. Добавлю, что в этом году в нашем городе откроются 5 лагерей в негосударственных организациях. В гимназии во имя святителя Николая Чудотворца, английском клубе, учреждении Лингва, общественной организации ДСААФ и в Сургутском институте экономики, управления и права. 5 лагерей мы будем открывать в негосударственных организациях. И опыт прошлого и позапрошлого года показал, что эти лагеря с дневным пребыванием детей пользуются спросом у наших родителей. Наши партнеры из частных коммерческих организаций достойно выполняют возложенные на них функции по организации летнего отдыха. Продолжение следует...